Добрый день, друзья! Добрый день! Приветствуем вас на нашем канале Проед Контра. За и против. Меня зовут Геннадий. Меня Лариса. Сегодня мы вам хотим рассказать о оформлении недвижимости при покупке в двух странах. Двух близких нам странах. В Чехии, в которой мы живем 15 лет и знаем этот предмет хорошо. И в Испании, где мы живем не так долго и нерегулярно. Но вопрос приобретения недвижимости изучаем и продолжаем изучать. Ну, начнем с Чехии. Оформление недвижимости в Чехии достаточно несложно. После того, как вы выбрали недвижимость, достаточно подписать договор купли-продажи. Вы можете подписать его просто в простой, в письменной форме, без привлечения кого-либо. Просто покупатель и продавец подписывают договор купли-продажи. Дальше вы подаете заявление на регистрацию сделки в кадастре. Рассчитываетесь, как вам это удобно. И на этом сделка завершена. То есть пройдет регистрация примерно через месяц. 21 день. 21 день это как бы лгута, в течение которой проверяется частота сделки. И после 21 дня, в течение недели, примерно проходит регистрация. Все ваши затраты составят 2000 кром. То есть это 80 евро. Это сбор за регистрацию сделки на кадастре. Регистрационный сбор. Если вы хотите каким-то образом застраховаться, особенно это касается вопроса передачи денег, вы можете обратиться в банк. И банк вам окажет услугу депозитария. Вы в этот банк покупатель положит на счет, на специальный счет для этого открытый, положит какую сумму указанную в договоре купли-продажи. И эта сумма будет разблокирована после того, как произойдет регистрация сделки на кадастре. Сколько стоит эта услуга? Эта услуга в последний раз нам обошлась тоже, по-моему, в 2000. Ну, возможно, это там сегодня будет стоить немножко дороже. Да, 2000 кром. Ну, это порядка 100-200 евро. Не больше. Не больше. Продавец получит эту сумму после того, как предоставит в банк выписку из кадастре. Что сделка завершена, перерегистрация недвижимости произошла. На нового владельца. Если вы, ну, совершенно уже такой человек серьезный и предусмотрительный, вы, скорее всего, обратитесь в агентство недвижимости. Особенно, если через это агентство вы приобретаете квартиру. Агентство недвижимости подготовит вам уже договор купли-продажи более серьезный. И будет, ну, хотя бы моральным гарантом этой сделки. Это вам тоже, конечно, обойдется в какую-то сумму. Но если вы оформляете это через агентство, как правило, все агентства пишут, что оформление сделки за счет агентства. То есть дополнительных с вас денег, помимо комиссии агентства, платить не придется. Самый простой и надежный вариант, по нашему мнению, это работа через адвоката. Адвокат проверяет чистоту сделки. У адвоката, как правило, хороший договор, выверенный. Он, естественно, актуальный. Он, естественно, прежде чем подписывать и готовить договор купли-продажи, он проверит все на кадастре. Нет ли каких-то обременений на этой квартире. Нет ли каких-то долгов. Ну, в общем, каких-то засад при приобретении. Усложняющих. Усложняющих либо приобретение, либо делающих приобретение невозможным. То есть такая, так называемая, правовая экспертиза. Это самый, по нашему мнению, разумный вариант. Услуги адвоката стоят сегодня 10 тысяч крон. То есть это 400 евро. От 10? Ну, примерно. Возможно, кто-то берет больше, но у нас в Марианских Лазнях за 10 тысяч крон адвокат легко окажет такую услугу. В чем еще удобство работы через адвоката? Адвокат одновременно с договором купли-продажи еще оказывает такую услугу, как депозитарий. То есть он заменяет в этом случае банк, и адвокат в Чехии – это лицо государственное. Это человек, имеющий государственную лицензию, и, в общем, как правило, адвокаты – это, ну, практически в нашем случае как нотариус. То есть это лицензированное государственным лицо. И он отвечает своим имуществом в случае, если сделка будет незаконная. И к адвокату в этом смысле отношение серьезное. И гарантии адвоката серьезные. Для того, чтобы оказать услуги депозитария, адвокат открывает в банке специальный счет, так называемый в Чехии счет Усховы, то есть это депозитарный счет, на который покупатель переводит деньги. И эти деньги, так же, как и в предыдущем моем рассказе о банке, они будут заблокированы. Они будут заблокированы, их не может никто снять, ни адвокат, ни покупатель, ни продавец, пока не завершится сделка. Пока не произойдет регистрация на кадастре и не будет выписка с кадастром. По этой выписке продавец получит деньги, деньги будут разблокированы, и деньги продавец получит в полном объеме. Таким образом, сумма, которую потратит покупатель и продавец, то есть они оба, составит примерно 500, 480-500 евро. Это все. Если вы не знаете, то мы вас информируем, что в Чехии не существует никаких налогов на приобретение недвижимости. Раньше был такой налог, он составлял 4%, два года назад его отменили, и теперь при покупке и продаже жилья вы не платите ничего. Не существует никаких налогов на приобретение и продажу недвижимости. Теперь, что касается Испании. С этим багажом знаний из Чехии мы романтично настроенные приехали в Испанию и думали, что, учитывая, что это обе европейские страны, скорее всего, сама процедура покупки и продажи жилья будет примерно одинаковой. Но нас ждало серьезное разочарование, и мы до сих пор находимся в озадаченном состоянии. Я так точно. Не могу смириться с тем, что покупка и продажа недвижимости в Испании совершенно иная, и, по моему мнению, она очень сложна. Первое. Неважно, с какой страны вы приехали, вы ли являетесь резидентом Евросоюза, не Евросоюза, в нашем случае мы резиденты Чехии. Тем не менее, если мы, например, с тобой решили бы купить недвижимость в Испании, первое, что мы должны были бы сделать, это получить идентификационный номер налогоплательщика. Иностранца. Иностранца. НИЕ. НИЕ. Это еще не все. Дальше вы должны открыть расчетный счет в Испанском банке. То есть, даже если у вас расчетный счет в Германии или в Чехии, это не дает вам право приобрести недвижимость в Испании. Вы должны перевести свои деньги со своего расчетного счета, например, в Чехии, в Испанию. Ну и, соответственно, для этого обязательно открыть расчетный счет. Но этого еще не все. Когда вы приобретаете недвижимость в Испании, конкретно мы рассматриваем Коста-Бланку, на Коста-Бланке вы платите налог на приобретение недвижимости в размере 10% стоимости жилья. Это, конечно, огромная сумма. Можете себе представить, если вы покупаете там в среднем квартиру за 150-200 тысяч, то это на минуточку 15-20 тысяч евро. Это, конечно, серьезно. Покупатель недвижимости, помимо оплаты этого налога, оплачивает услуги нотариуса. Услуги нотариуса по обычной сделке стоят порядка 1200-1500 евро. То есть, если вы в Чехии за регистрацию вы платите 80 евро, в Испании вы платите примерно 1500-1500 евро. Дальше адвокат. В нашем случае, как мы вам рассказывали, услуги адвоката стоят 400 евро. Ну, возможно, где-то 500. Ну, пределы примерно такие. В Испании услуги адвоката, адвокатское сопровождение стоит 1500 евро. То есть, вам помимо того, что вы заплатите 10% налог, вы еще заплатите как минимум 2500-3000 евро за регистрационное действие. Это если вы покупатель. Теперь продавец. Продавец в Испании оплачивает услуги агентства. Ну, это, наверное, нормальная ситуация. В Чехии по договоренности услуги агентства оплачиваются либо пополам, либо оплачивает более заинтересованная сторона. Ну, в основном все-таки покупатель. Ну, это, в общем, обычная ситуация. Мы ничего против этого, естественно, не имеем. Но дальше наступает казус Кукотского. То есть, если вы решили продать, у вас есть две налоговые повинности. То есть, первое, вы платите подоходный налог с продажи квартиры. Что это означает? То есть, если вы, например, приобрели эту квартиру за 100 тысяч евро, а спустя, там, какое-то время решили продать и продаете за 150 тысяч евро, с этой разницы, с 50 тысяч, вы на минуточку платите 19% налог за продажу этой недвижимости. Ну, практически он называется в Испании иначе, но суть его такая. Это подоходный налог. Это интересно. В Чехии подоходный налог 15%, причем существует большое количество различных нюансов относительно его использования. То есть, если вы владеете жильем короткое время, то вы его платите. Если вы владеете жильем более пяти лет, то вы его не платите. Если это ваше единственное жилье, то вы тоже не платите. А если там второе, третье жилье, то вы тогда... Совершенно верно. Дальше. Еще один казус. Это налог на прирост стоимости квартиры, который тоже платит продавец. Что это означает? Это означает, что существует так называемая кадастровая стоимость квартиры. То есть, она не всегда совпадает, а часто совсем не совпадает с реальной стоимостью. На момент покупки, когда вы покупали квартиру, была определенная кадастровая стоимость. Ну, предположим, она была там 100 тысяч евро. Вы продаете эту квартиру, например, через год. Реальная стоимость ее не поменялась. Как была она, так и осталась. Но государственные органы пересмотрели кадастровые стоимости. Что они делают регулярно. И решили, что теперь кадастровая стоимость этой квартиры не 100 тысяч, а 200 тысяч. И вот с этого превышения... Так, это же кардинально. Ну, я для примера. С этого превышения вы оплатите налог. Он разный в разных регионах, но тем не менее это налог. Но это еще не все. Дальше наступают платежи за владение квартирой. Тоже для нас это была новость. В Чехии, если вы приобрели квартиру, вы платите один раз в год ежегодный налог на недвижимость. Он у нас, ну, скорее формальный. Одно время хотели его вообще отменить, если ты помнишь. Потому что администрирование по его сбору обходилось дороже. Потом приняли соломоновое решение. Немножко его увеличили, чтобы его хватало хотя бы сборщикам этого налога. В настоящее время средняя квартира стоимостью 100 тысяч евро, например, налог на нее составит не более 100 евро. Примерно в этих пределах. Мы за дом достаточно большой платим тоже примерно 100 евро. То есть вот такой налог. Все, больше никаких налогов вы не платите в Чехии на недвижимость. В Испании вы платите муниципальный налог. Причем вы его платите, естественно, каждый год. И за обычную квартиру, ничем не примечательную, этот налог составит примерно 300-350 евро в год. Потом вы заплатите федеральный налог. Федеральный налог примерно тоже в этих пределах. Порядка там 280-350 евро. Вот, то есть еще один налог. То есть в сумме в Испании вы оплачиваете в год примерно 500-600 евро. Это федеральный и муниципальный налог. Для сравнения в Чехии 100 евро. Это на минуточку в 5 раз. То есть достаточно существенно. Когда мы все это узнали? Конечно, это нас сильно озадачило. Получается следующая ситуация. Недвижимость в Испании в сравнении с чешской стоит примерно сегодня одинаково. Но, если к этому добавить все эти вот платежи и налоги, то покупая квартиру, вы сразу попадаете на сумму, которая делает покупку жилья в Испании уже не такой выгодной и не такой интересной. Потому что эта сумма, она не увеличивает стоимость жилья. То есть вы ее заплатите, но жилье при этом ценнее и дороже не станет. То есть вы, например, покупаете недвижимость за 100 тысяч евро, оплачиваете все эти налоги, оплачиваете услуги адвоката, нотариуса, получается там на круг, например, 15 тысяч евро. Это безвозвратно потерянные деньги. Вам их никто не компенсирует. Надежда только на то, что когда вы соберетесь продавать это жилье, то цена недвижимости увеличится на значительный процент. Тогда вы можете при продаже вернуть свои деньги. Надо не забывать, что при продаже вы заплатите подоходный налог, вы заплатите налог на прирост стоимости, вы заплатите, естественно, там, агентству, и получается ситуация следующая. Чтобы хотя бы в безубыток продать квартиру, купленную в Испании, цена на нее должна вырасти, ну, как минимум на 30%. То есть вы купили жилье, у вас изменились какие-то обстоятельства, либо жилье оказалось не таким привлекательным, как казалось, либо ваши какие-то обстоятельства поменялись, и вы, например, там через год-два решите продать эту недвижимость. Не факт, что вам удастся вернуть деньги. Это надо иметь в виду. Ни в коем случае это не значит, что не надо покупать недвижимость в Испании. Естественно, надо. Испания – прекрасная сторона, с прекрасным климатом. На Коста-Бланке конкретно это еще и море, и солнце. Нет вопросов. Замечательная сторона. Конечно, недвижимость в Испании привлекательна. Но нужно иметь в виду, что покупка недвижимости – это не та цена, которая указана на сайте агентства недвижимости. Это совсем другая цена. Имейте это в виду. И еще один нюанс. Не лайфхак, но как бы тоже на что стоит обратить внимание. Во всех объявлениях в испанских о продаже недвижимости указывается площадь помещения. В Чехии то же самое. Если в Чехии вы читаете, что площадь вашей квартиры 60 или 70 метров, вы можете быть уверены, что площадь этой квартиры действительно 60-70 метров. Если к квартире относятся какие-то там подвальные помещения, там еще что-то, это будет указано, что помимо площади квартиры еще вам предлагается там балкон 3 метра, там кладовка 3 метра и так далее. Но площадь квартиры вы будете знать точно. В Испании ситуация совершенно другая. Мы с этим столкнулись не раз. Указана площадь, например, 60 метров. Реально приходим, квартира 35-метровая. Мы с такими вот глазами смотрим на продавца. Ищем 60 метров. Ищем 60 метров. С рулеточкой я обмеряю все квартиры. И оказывается, что 35 метров. Я не ошибся. Я спрашиваю у продавца, где остальные метры? Он говорит, ну, естественно, лоджия. Это метраж. Кроме этого, еще какие-то там подсобные помещения. Кроме этого, сполечное помещение, то есть коллективного пользования. Часть лестницы, еще что-то. Ну, в общем, это фантастика. При площади квартиры 60 метров, фактически, вы покупаете квартиру 35-метровую. Поэтому тоже вам рекомендую на это обращать внимание. Не только на цену, но и на метраж квартиры. Не стоит верить объявлениям. Возьмите с собой лазерную рулеточку. И буквально через несколько минут с помощью калькулятора рулеточки вы легко сосчитаете площадь помещения, которая вам предлагается. На сегодня все. Смотрите наши видео. Здесь говорят правду. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Ругайте, хвалите. До встречи. Всего доброго, друзья. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»